здравствуйте уважаемые участники нашего вебинара очень рада видеть вас здесь рада видеть знакомые фамилии вот и значит наш пред экзаменационный такой курс мы с вами начнем вот с этого первого слайда я прекрасно понимаю сейчас ваше состояние вот немножко похоже на этот рисунок до искры из глаз столько вопросов вроде бы все учили и вдруг концу курса или ко времени когда надо уже идти на экзамен обнаруживается что вы ничего не помните у вас каша это у всех такое бывает вот поэтому не расстраивайтесь не переживайте у вас еще есть целых две недели и за эти две недели можно сделать очень очень много значит очень важные навыки до которые вы должны были уже переобрести к этому времени но если вдруг вы их еще не приобрели то вот они перед вами две недели у вас на это есть переключение с одной стороны с другой стороны бросание что это такое переключение это значит уметь быстро переключаться с одной темы на другую то есть это вот такая ситуация которая будет на экзамене там же не будут все вопросы на одну тему да вот поэтому и соответственно надо готовиться что значит бросание бросание это значит соблюдение тайм-менеджмента то есть у вас две минуты на зарабатывание одного балла поскольку 195 минут весь экзамен и 100 баллов нам надо так сказать через себя принести и получается две минуты на одну на один балл значит если задача ну или вопрос как называется на экзамене на 25 баллов это значит 50 минут 50 минут на каждый вопрос ну в среднем да может быть какой-то вопрос удастся быстрее ответить но в среднем это 50 минут на вопрос ну ладно 55 можно да ну максимум 60 все если вы не уложились надо бросать этот вопрос вот эти два навыка я сама понимаю что очень жалко иногда бросать кажется вот вот еще совсем чуть-чуть и я все вспомню и я все напишу и тем не менее надо это делать обязательно итак два навыка у вас должны быть переключение и бросание а значит легкие баллы сразу скажу самые легкие баллы на мой взгляд следующие ну если говорить про задачу на консолидацию про вопрос на консолидацию то самые легкие баллы это открыть все расчеты ну вот смотрите если у нас консолидация баланса например мы можем открыть расчет 1 до расчет чистых активов дочки и а акционерный капитал мы можем сразу занести правда для этого ничего считать не нужно это есть в условии это есть балансе дочерней компании мы просто проставляем то же самое касается эмиссионного дохода если это есть тоже проставляем вот это все пол балла не распределенная прибыль на отчетную дату вы тоже можете взять из баланса и вот здесь уже ну где-то там полтора балла вы заработали следующие легкие баллы ну здесь может быть не совсем легкие баллы смотря какое условие в задании это расчет два года вил открываем инвестиция иногда бывает четко дана сумма вот за такие-то деньги купили инвестицию тогда проставляем это тоже пол балла плюс неконтролирующая доля на дату покупки иногда она бывает дана вот поэтому если дана тоже проставляем вот тут хотела бы заострить ваше внимание на чем даже если не контролирующая доля оценивается как часть или как доля в чистых активах дочки все равно гудвилл лучше считать по общей формуле то есть инвестиция плюс неконтролирующая доля в любом случае минус чистые активы дочки равняется гудвилл то есть если неконтролирующая доля по справедливой стоимости мы не можем посчитать по-другому если неконтролирующая доля как часть чистых активов мы можем посчитать попроще гудвилл но не надо мы теряем балл в этом случае и так гудвилл считаем по формуле следующий расчет неконтролирующая доля расчет 3 ну если есть проставляем на дату покупки и последний расчет хотя их может быть больше да но вы уже сами поняли смысл значит расчет четвертый нераспределенная прибыль группы основу прибыли группы составляет нераспределенная прибыль материнской компании она же у нас тоже есть балансе да и мы тоже проставляем вот самые легкие баллы которые только есть здесь так что вот это вот все канву создали для всех расчетов поставили те цифры которые не составляют труда туда проставить то есть их не надо считать они напрямую даны в условии вот но потом уже читаем самого начала условия и проставляем цифры в тот расчет в который нам нужно вот это про легкие баллы да теперь смотрите как вырабатывать технику бросания и переключения так что тут пишут вы знаете действительно совсем не решать задачу нельзя то есть каждая задача является обязательной к решению это я отвечаю на вопрос сабира то есть вы можете ее решить на два балла но вы должны ее начать решать вот хоть там один был заработать но заработать а вот так взять и проект и проигнорировать основной практически такой важный вопрос по консолидации нельзя теперь смотрите два навыка ну да больше вероятность что будет отчет о финансовых результатах хотя раньше экзаменатор подряд например мог дать два или больше экзамена в баланс ну конечно больше ожиданий на уфр значит как вырабатывать два навыка если вы их еще не выработали и очень хорошо готовится берете экзаменационный модуль причем смотрите я советую брать ну вот начиная с этого экзамена вы видите да это примерный экзамен то есть именно с декабря 2019 года мы перешли на новый формат экзамена то есть раньше консолидация была 40 баллов остальные вопросы по 20 баллов раньше консолидация задача по консолидации было ну посложнее сейчас в общем то простые очень задачи по консолидации и вот это первый экзамен декабря 2019 года где вот этот формат новые четыре вопроса по 25 баллов и до этого был ну как пилотный экзамен примерный он называется примерный экзамен он есть и на сайте и си си он у нас есть и на учебной платформе если кто у нас занимался вот ну вот с него можно начать и конечно хорошо если у вас есть отпуск хотя бы там ну дней семь восемь и вот вы берете этот модуль и смотрите какие темы смотрите я для вас тут расписала абсолютно все темы которые на этом экзамене использовались вот всегда в консолидации один вопрос будет не имеющий отношение консолидации вот здесь это был выплаты на основе акций да вот и так вы смотрите какие вопросы в этом экзамене в этом модуле использовались хиджирование денежных потоков и ас-21 до курсовые разницы аренда продажа с обратной арендой причем вот и все эти темы но если вы знаете то просто повторяете если вы какую-то тему не знаете значит больше времени и уделяете очень хорошо те кто у нас учились там есть шпаргалки да в принципе хорошо бы чтобы был конспект на каждую тему но хоть самые такие основные моменты это вы потратите один день чтобы вот эти темы здесь немало тем чтобы все эти темы повторить порешать на них там маленькие вопросики которые есть в учебных материалах на следующий день с утра встаете и решаете этот экзамен на время уже надо решать на время решайте на время то у вас значит если как на экзамене то это 3 часа 15 минут после этого надо проверить и самому проставить баллы я сейчас покажу как это маркируется вот самому проставить баллы это второй день больше вы ничего не сможете в этот второй день сделать потому что после трех часов написания экзамена вы будете как вышитый лимон вот далее после этого есть у нас еще модуль прекрасный которым можно воспользоваться это уже настоящий декабрьский экзамен 19 года значит да вот к слову хочу сказать не решайте старые экзамены там какие-то не очень современные что ли подходы сейчас немножко другого плана экзамены так декабрь 19 вы видите везде есть финансовые инструменты вот здесь была выручка тестировалась задача по консолидацию был сложный финансовые инструменты пенсионные планы то же самое один день вы все повторяете очень хорошо записывайте какие-то для себя важные моменты второй день встаете решаете разбираетесь и если что-то вы неправильно решили значит заново повторяете старые доступные на тренажере да есть по моему есть вот потом сентябрь двадцатого года тут уже был отчет о прибыли убытках и прочим совокупном доходе опять выплаты на основе акции обратите внимание опять хеджирование слава богу был вопрос по сельскому хозяйству расчетный лет наверное ну больше чем 10 лет не было такого вопроса по сельскому хозяйству надеюсь что не будет хотя ничего гарантировать нельзя вот ну и опять аренда и короче говоря вы поняли да мою мысль последний экзамен который есть вот такого формата это декабрь 2020 года опять смотрим опять все знакомые темы пенсионные планы опять финансовые инструменты выплаты на основе акций ну и так далее то есть есть некие темы которые надо обязательно знать мы сейчас их составим список вот можно взять конечно экзамен июнь 19 да но вы видите там консолидация оценивалась в 40 баллов ну можно на это закрыть глаза то есть решать консолидацию как отдельный вопрос а вот эти все дополнительные примечания решать как отдельные вопросики не имеющие отношения консолидации да и обратите внимание опять аренда опять основные средства опять а фрс-2 не 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 старше декабря 19 нет вот я бы сказала так не старше 15 года это точно даже даже там 16-17 лучше потому что смотрите если вы возьмете старые модули там задача по консолидации очень сложная ну то есть вам будет касаться казаться что вы там чего-то не знаете по консолидации не умеете делать а этого сейчас и не нужно сейчас задача на консолидацию максимально упрощена потому что экзаменатор понял что все хорошо могут решать задачу по консолидации все основные свои так сказать навыки они направляют на то чтобы решать задачу по консолидации хорошо то есть решил до 40-бальную задачу остальные так совсем чуть-чуть и набрал свои 50 баллов вот экзаменатор решил что это неправильно ну ему важно чтобы знали все остальные стандарты поэтому он сократил консолидацию до 25 упростил ее потому что ну с одной стороны на 25 баллов там много сложности особенной не придумать а с другой стороны он усложнил немножко вот эти вопросы остальные вот поэтому я не рекомендую только поэтому то есть чтобы уже ну как сказать в тренде быть вот и когда вы решите эти вопросы эти модули экзаменационные да вы же можете сами поработать маркером и промаркировать свой ответ то есть понять а сколько вы заработали и вот смотрите как это делается ну вот кто еще не слышал и так работаем маркером смотрите вы берете везде марки проставлены до в этих экзаменационных модулях а вы берете и сверяете например деловая репутация 89 у вас такая же вы себе присуждаете шесть с половиной баллов у вас не такая вы идете и смотрите вычисление 2 и обратите внимание полбала дается по каждой статье по каждой если вы правильно проставили мама плюс дочка и все и ничего лишнего вот например запасы мама плюс дочка за это полбала вот они мама плюс дочка и вот это вот нереализованная прибыль скорее всего за это тоже полбала короче говоря давайте посмотрим как вот эти шесть с половиной баллов из чего они собираются идем и смотрим вычисление 2 ну или по нашему это расчет 2 и вот перед вами картинка значит один балл дается за то что вы правильно обмен акциями отразили условная компенсация полбала вот вы смотрите что вы проставили да вы эти баллы учитываете а если вы не проставили условную компенсацию до минус полбала вот и таким образом вы определяете сколько у вас весит гудвилл ну или деловая репутация то есть это будет не шесть с половиной а это скорее всего будет меньше но если вы смотрите здесь чистые активы на начало за это дается 4 балла а у вас другая сумма то есть вы как бы все время делаете enter и идете вычисление 1 и там тоже все доступно все понятно вот вычисление 1 чистые активы 4 балла дается за то что вот они это покупки вот это и вот все баллы которые за это даются по полбала в основном за каждое проставление нужной информации один балл только за отложенный налог налоги вообще дорого ценится вот и если здесь вы что-то не так проставили вы тоже значит не 4 балла включаете в свой расчет да вот здесь ну а там три или два понимаете только два раза не надо считать свои баллы баллы считаются только один раз то есть если вы вот здесь напишите деловая репутация здесь вы проставили один балл даете здесь не проставили ничего не даете все и таким образом возвращаетесь назад и ставите себе условно говорю там пять баллов они шесть с половиной вот и так каждая статья но не каждую статью так надо проверять потому что не по всем статьям такие расчеты но гудвилл неконтролирующая доля нераспределенная прибыль вот по ним надо будет влезть вот вниз в расчет и посмотреть что и где не так написали и так навыки бросания не забываем да если вы чувствуете по времени что один вопрос 50 минут вы уже истратили то готовьтесь его бросать но этому есть объяснение есть такой закон парета который основан исключительно на наблюдениях 20 процентов усилий приносят нам 80 процентов результатов то есть в начале мы быстро зарабатываем баллы а чем дальше тем и там тяжелее даются мы вымучивать начинаем эти баллы вот а лучше нам перейти на новый вопрос и там больше заработать так и значит еще парочку вопросов по консолидации значит как вы видели вот в этих моих выкладках очень часто включается либо отложенное вознаграждение вот как здесь да либо условное вознаграждение вот как вы в этом экзамене поэтому убедитесь пожалуйста что вы это знаете и умеете это рассчитывать и представлять вот мы сейчас с вами посмотрим и продажи дочерней компании вот эти пару вопросов я бы на них обратила внимание ну что такое отложенное вознаграждение я думаю мы не будем об этом говорить то есть это когда нам надо заплатить не сегодня акционером дочки до через два года то есть нам надо дисконтировать это отложенное вознаграждение и признавать вот в текущей стоимости в стоимости инвестиции давайте с вами вспомним что такое условное вознаграждение или условная компенсация у меня к сожалению от вас нет обратной связи не было не было ну перечня вопросов которые вас интересуют поэтому я вот иду по своему такому плану если у вас есть какие то вопросы то пишите пожалуйста в чате вот чтобы я видела что вас волнует интересует и мы этот момент обсудим но большие задачи мы конечно решать уже не будем и я так сказать если ничего не вижу я иду по своему маршруту и так условная компенсация все помнят что это такое так собирают вы что пишете так условное вознаграждение да давайте сейчас уделим этому внимание сейчас секундочку софия вот я отвечу на вопрос да и потом будем заниматься с вами условной компенсации значит смотрите на самом деле есть разные способы решения одно время экзаменатор все корректировки которые нужно было вносить там дополнительная амортизация обесценение гудвилла он все эти корректировки учитывал валовой прибыли а в этом случае себестоимость рассчитывалась как балансирующая сумма но мы никогда так не делали и вообще все наши люди которые проверяют они тоже их вот этот способ всегда напрягал мы привыкли как мы рассчитываем выручку рассчитываем себестоимость и оваловая прибыль рассчитывается сама собой выручка минус себестоимости все и не надо здесь зацикливаться считайте как вы считали на работе как вы бы считали на работе как вы считаете себестоимость вы все включаете в себестоимость и И никакую балансирующую сумму не рассчитываете, София. То есть обычно как делаем отчетность, так и делайте. И теперь давайте все-таки вернемся к вопросу условной компенсации или условное вознаграждение. По-разному может называться. Это обязательство покупателя передать какие-то дополнительные активы, акции акционерам дочерней компании при выполнении определенного условия. То есть неизвестно точно на 100% будет это передача или нет. Скорее всего будет, иначе бы ее не включали в договор о приобретении. Но тем не менее ставятся условия выполнения определенных показателей. И условная вот эта компенсация может быть выражена обязательством. То есть если мы, материнская компания будет выплачивать дополнительный платеж акционерам дочерней компании. То есть если мы должны деньги, вы знаете, обязанность платить деньги это всегда признак финансового обязательства. Поэтому признается обязательство. Ну а поскольку от того, как мы оцениваем это обязательство, зависит сумма, справедливая стоимость этого обязательства, оно может меняться. Допустим, мы должны заплатить через три года. Прошел год. И вот мы видим, что дочка может не выйти на эти показатели. То есть вероятность меньше, что мы заплатим. Ну значит мы должны справедливую стоимость по-другому как-то рассчитать. Вот поэтому если меняется справедливая стоимость обязательства у нас, то это признается как прибыль или убыток. Это первый вид. Второй вид. Это может быть статья в капитале. Ну то есть если мы поставили условия, там дочка должна обеспечить прибыль такую-то или рост прибыли. И тогда мы акционерам выплатим еще дополнительные акции. Ну то, что попало в капитал у нас, никогда не переоценивается. Вот попало в капитал и по этой сумме там будет отражаться. То есть в отличие от обязательства, эта статья не переоценивается. Ну и так скромненько, видите, маленькими буковками актив. В виде актива тоже может быть, но все-таки ни разу не встречалось. То есть это наоборот, право получить обратно какие-то деньги. Ну активы и обязательства по справедливой стоимости учитываются, то есть они переоцениваются. Ну и давайте с вами посмотрим, как условное вознаграждение выглядит вообще в отчетности, да, если оно выражено обязательством. Пример. 1 апреля 2019 компания Epsilon приобрела новую дочку. Выкупила там 100 миллионов ее акций. И в условие договора купли-продажи входит дополнительный платеж в пользу собственников капы. При условии, да, 10 миллионов. При условии, что прибыль капы за два года превысит какой-то целевой показатель. Обратите внимание, вот эти 10 миллионов, да, они нам не нужны. Нам нужна справедливая стоимость сегодня. 10 миллионов мы будем выплачивать там через два года. А нам нужна справедливая стоимость сегодня. И она всегда будет дана. Справедливая стоимость вот условной компенсации на дату приобретения 8 миллионов долларов. Ну вот так мы и показываем ее. Включаем в инвестицию и у нас появляется обязательство. И вот это обязательство на отчетную дату может быть совсем другой суммой выражено. Вот давайте посмотрим продолжение. Так, продолжение. Вот на отчетную дату справедливая стоимость условной компенсации у нас два варианта. Значит, первый вариант 6 миллионов, а второй миллион 9. Как отразить изменение справедливой стоимости этой условной компенсации? Ну, предлагайте, пожалуйста, в чате ваши варианты. Итак, мы рассматриваем пункт А. Так, убыток 3 миллиона. Еще есть варианты. Коллеги, разве это убыток? Это прибыль. У нас ведь было 8 обязательства, а стало, то есть наше обязательство уменьшилось на 2 миллиона. Уменьшение нашего обязательства – это прибыль. То есть мы должны обязательства по 6 миллионов уже показать в отчете и показать прибыль. Ну, если мы делаем консолидацию баланса, то это в нераспределенные прибыли у нас будет положительная сумма. Если мы делаем отчет о финрезах, то это у нас будет просто прочий доход какой-то, 2 миллиона. Вот убыток будет в случае B. Почему? Потому что выросло наше обязательство. То есть для нас это дополнительные расходы. Мы должны будем показать с вами, с одной стороны, расходы, а с другой стороны, рост обязательства. Так что в случае, когда у нас обязательство, стоимость его справедливая может меняться, и это отражается как прибыль или убыток. Не перепутать. Я понимаю, что вы привыкли, чем больше суммы, тем лучше. Но здесь это не тот случай. Здесь больше обязательства, значит, это убыток. Инвестиция не пересчитывается, Марьяна. Потому что инвестиция, она оценивается на тот момент, когда была покупка. На дату покупки это была справедливая стоимость 8. Поэтому, как мы посчитали инвестицию, мы ее не будем переоценивать уже ни в каком случае. То есть пересчитывается только обязательство. А теперь условное вознаграждение в капитале. То есть если мы обещаем не деньги акционерам дочки, а обещаем еще дополнительно какие-то акции передать, что попало в капитал, не переоценивается. Поэтому исходим чисто из цены, из оценки на дату покупки. Вот условие, значит, примера, связанного с этим случаем, когда в условие договора входит дополнительная эмиссия акции эпсилом, исходя из следующей пропорции. Одна акция за 10 акций, приобретенных у капы. Ну, надо, чтобы было выполнено определенное условие. И дается рыночная стоимость акции. Итак, мы выпускаем акции в обмен на это, отдаем их собственникам дочки, но только если будет выполнено определенное условие. Это не обязательно прибыль. Это может быть, если рыночная стоимость акций дочки там вырастет на 5 или на 10 процентов. Ну, это любое, может быть, условие, но чаще всего, да, если там прибыль за 3 года, дочки увеличится на 10 процентов, любое условие. Тогда мы еще заплатим, да, раз она так хороша, эта дочка. Так вот, значит, как это? Это тоже вроде обязательства, но ведь это обязательство не деньги заплатить, да? Так что это будет статья в капитале. И обратите внимание, вам будут давать разные стоимости акций. Нам нужна на дату покупки, потому что оценка инвестиций делается именно на дату покупки. Итак, оцениваем. Значит, 100 миллионов мы купили, да? Коэффициент 1 к 10, да? И умножаем на 3,2. И получается у нас 32 миллиона. 32 миллиона – это будет условная компенсация в капитале. Это, ну, смотря что вы понимаете по словам резерв, можно сказать, что это некий резерв, да, на случай, там, если нам придется выпускать акции, да, как, например, резерв по финансовым инструментам, да. Вот, здесь можно сказать резерв, можно просто написать там условная компенсация, но в капитале и на отчетную дату стоимость эта не меняется. Хоть там, я не знаю, 5 лет надо будет ждать, все равно эта стоимость не меняется. Она так и будет отражена по стоимости 32. Вот, это не дополнительная эмиссия, потому что будет эмиссия или нет, будет известно через 2 года. То есть, если будут выполнены условия. А если не будут выполнены эти условия, тогда мы сейчас поговорим, что будет. Сначала давайте рассмотрим, а что, если эти условия будут выполнены, тогда что будет с этой условной компенсацией в капитале. Вот, тогда и будет дополнительная эмиссия, вы помните, да, у нас номинал 1 доллар, поэтому вот в момент, когда 2 года пройдет, и мы понимаем, что условия выполнены, тогда вот доп.эмиссия, и эти акции отдаются собственникам дочки. Значит, доп.эмиссия, номинал у нас идет по статье акционерный капитал, 10 миллионов у нас же акций, и все, что сверх номинала, идет в эмиссионный доход. То есть, доп.эмиссия будет потом, когда действительно мы понимаем, что надо выпускать. Теперь смотрите, есть ли у вас здесь вопросы. Если нет, давайте я вам задам вопрос, как вы думаете, что будет, если условие не будет выполнено. Ну, то есть, дочка не заработает. Да, вот Бахтийор, совершенно верно. Значит, в капитале у нас есть одна статья, куда мы можем переводить вот всякие такие суммы. Мы переведем в нераспределенную прибыль. Так, ну, еще один момент по консолидации. Да, мне хотелось бы обратить внимание на него. Такой простенький примерчик продажи дочерней компании. Смотрите, пожалуйста, условия. Итак, здесь нам нужно рассчитать результат прибыли или убыток от выбытия дочерней компании, который будет признан в отдельном. Это первый, так сказать, вопрос. И второй вопрос в консолидированном отчете о прибыли и убытках. И это будут разные суммы. Вроде бы мы считаем одну и ту же прибыль, а суммы будут разные. Так, Бахтийор уже вот нам написал, что будет 342 тысячи. То есть, ну, раз Бахтийор написал, вот так давайте выведем, чтобы было лучше видно, что там. Значит, выручка, ну, не выручка, конечно, выручка здесь это слишком громко. Доход от продажи, да, давайте скажем. Это полученные деньги. И мы должны с вами вычесть из этой суммы все, что относится к дочке. Вот все, что с ней связано. Потому что после того, как продадим дочку, не должно быть ни одного следа, что она у нас есть. Вот что с ней связано? Все ее активы и обязательства, да? Ну, или по-другому чистые активы. А что еще имеет отношение к дочке? Гудвилл и неконтролирующая доля. Вот это все надо исключить. Значит, минус все активы. Ну, а неконтролирующая доля, она же в пассивах, да? Поэтому она с другим знаком. Вот, и получается действительно 342 тысячи. Это будет прибыль от продажи дочерней компании в консолидированном отчете о прибыли-убытке. А в отдельном? А в отдельном мы можем с вами найти или нет? Да, вот у нас есть стоимость инвестиции. Значит, если у нас никаких тут дополнительных условий нет, что эта инвестиция там по справедливой стоимости учитывалась. Чаще всего она учитывается по первоначальной стоимости. То есть в отдельной отчетности мамы вот эта инвестиция 3,720. Мы просто сравниваем, да. Получили, продали за 5,580. И в отдельной отчетности нам надо было только списать инвестицию. Вот это и будет прибыль, которую покажет материнская компания в своей отдельной отчетности. По консолидации, если у вас еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Я иду дальше. Дискуссионные вопросы, так называются все остальные, второй, третий, четвертый. Ну, они не чисто дискуссионные, конечно, там есть расчеты, но там нужно описывать, объяснять свою позицию. Значит, как подступиться к этому вопросу? Как правило, чаще всего задание звучит так. Объясните и покажите, как данная операция будет отражаться в финансовой отчетности. Вот, если экзаменатор использует помощника. Вот, ваш помощник рассчитал там эту аренду и отразил ее так-то. Как правило, то, как сделает помощник, неправильно. Один раз, правда, было правильно, все остальные разы было неправильно. И за то, что вы скажете, помощник был неправ, за это тоже дается, ну, полбала минимум, точно. То есть вам нужно оценить, прав помощник или нет. Ну, и дальше вы как бы по такой схеме идете. А почему неправ? А как надо было? Вот, то есть у вас есть уже какая-то подсказка. Или используется ситуация, когда директор не финансовый, который ничего не понимает в отчетности. Он там где-то слышал на совещании что-то и ничего не понял и просит вас объяснить. И тоже, в общем-то, в его вопросе или вопросах уже присутствует часть ответа. То есть как он задает вопрос, понятно, на что конкретно нужно отвечать. Просто более внимательно, вдумчиво надо читать эти вопросы. Вот, ну, особенно тяжело, когда много разных дат и много разных цифр в условии. В этом случае надо сначала прочесть задание. Все-таки конкретно, что от вас требует. Чаще всего, конечно, что будет в отчетности. Вопрос по-депифорски звучит так. Но иногда бывают какие-то другие вопросы. Вот, поэтому все-таки задание нужно посмотреть и определить, сколько весит этот вопрос. Смотрите, одно дело, он весит 6 баллов. Другое дело, если вопрос весит 12 баллов, то есть два раза, это большая разница. Можно так сказать, что как минимум один балл – это одна мысль, это одно предложение. Но это как минимум. Иногда экзаменатор очень экономит и дает за мысль полбалла. Ну, то есть у вас есть какой-то ориентир. Сколько надо писать, когда вы посмотрите на вес этого вопроса? 6 или 12 баллов. Вот, когда вы посмотрели, надо условия так по диагонали быстренько прочесть, то есть невнимательно, чтобы понять, о чем вопрос. А потом уже, начиная, так сказать, сначала, когда вы знаете, что требуется, сколько весит и о чем вопрос, начинать уже подробно читать. Вот, и, значит, первое – ответить на вопрос, когда. Правда, бывают вопросы, где этого не нужно, да, чисто теоретические какие-то. Но если там особенно расчет какой-то, то чаще всего на этот вопрос нужно ответить. То есть надо нарисовать линию времени. Когда я говорю нарисовать, это не обязательно прямо на бумаге вот так прочертить. Вы можете в голове у себя, так сказать, ага, начало здесь, конец там. Значит, это один отчетный период или это два отчетных периода. И это обязательно нужно, это очень важно, потому что, если вы неправильно разберетесь, сколько периодов у вас, да, то от этого и ваши расчеты могут быть неверные. Вот, если несколько периодов у нас, то есть у нас вот несколько дат, и мы понимаем, что здесь вот много периодов, нам нужно определить, а мы в каком находимся. Ну, например, мы во втором. Задачка по IFRS 2. Там же очень важно, в каком периоде мы находимся, и сколько всего этот период. Вот, поэтому это, так сказать, первое. Когда вы нарисуете эту линию, да, вам станет, правда, легче. Определите, где вы находитесь, и дальше, начиная с первого предложения, прочитали, проставили какую-то сумму в начале, в конце. Ну, короче говоря, какая-то линия вашего поведения уже понятна. Не надо суетиться и бегать от одного предложения к другому. Надо четко, последовательно идти сверху вниз. Вот, как говорится, краткость сестра таланты, но я бы сказала и брат, и сват, и все-все-все, потому что очень важно писать кратко. Времени писать много нет, тем более вы будете печатать же, если еще такой скорости хорошей печатания нет. Во-первых, это и не нужно, это и не требуется. Не требуется много писать, лишних слов не нужно, нужны ключевые слова. Вот, два раза одну и ту же мысль повторять не нужно, потому что я сама иногда читаю вопросы, вижу, что люди думают, что если они два раза повторят, то им два раза баллы дадут. Нет, не дадут. Вот, поэтому один раз написали достаточно и конкретно отвечайте на тот вопрос, который задан. Если вы, например, были на сайте СССР и читали технические статьи экзаменатора, он очень часто пишет после каждого экзамена такие статьи, и он оценивает. И вот один раз, я помню, он написал, был вопрос на АФРС-5, конкретный какой-то вопрос. И, значит, он пишет, что люди писали очень много, писали все, что они знают об этом стандарте, но не написали конкретный ответ на вопрос. А это значит, они получили ноль баллов. Ну, то есть они время потратили, да, и ничего не получили, потому что ответа на конкретно заданный вопрос не было. Вот, поэтому, пожалуйста, много не надо писать, писать очень коротко. Значит, стиль написания примерно, да, я не говорю точно, потому что, может, вы уже привыкли к какому-то стилю определенному. Утверждение и обоснование утверждения. То есть вы заявляете, что это финансовый актив, допустим, да, и почему вы такое утверждение делаете. Вот, я советую решать по порядку, не бегать там со второго на четвертый или с первого на третий, прям по порядку. Если вы не знаете какую-то тему, да, то вряд ли к концу экзамена у вас прояснится что-то, и вы все вспомните. Но я не верю, что вы вообще ничего не знаете, да, что-то вы знаете, хоть два-три балла надо, как говорил один мой знакомый, надо понадкусать все вопросы, насколько это возможно. То есть вот укусить, ну, значит, хоть какую-то часть написать. Вот, очень важно, значит, не просто вот, как некоторые пишут, расчет 20 плюс 100 минус 10. Что это такое вообще? Непонятно, что вы складывали и вычитали. Очень важно писать это словами. Что такое 20? Что такое 100? Что такое 10? То есть даже если вы неправильно эти цифры проставили, да, но формула у вас верная, то, скорее всего, вы все баллы можете получить, потому что оценивается логика, знание стандарта. А вот если вы просто цифры написали, то проверяющий ведь не знает, что вы имели в виду. Поэтому очень важно написать формулу словами. Вот, и, значит, примерно схема ответа выглядит так. Значит, это, там, то-то аренда, допустим. Но если в условии сказано, что это аренда, вам не надо это утверждение делать. Обращаю ваше внимание, да. Значит, в условии сказано, что это аренда. Поэтому за то, что вы будете писать, это аренда, потому что вы ничего не получите. А вот если не написано, если от вас требуется определить, аренда это или нет, вот тогда важно действительно писать, что это аренда. То же самое касается любой другой темы. Например, с позиции арендодателя, вы знаете, может быть аренда операционная и финансовая, да, только с позиции арендодателя. У арендатора нет такого разделения. Вот, и если в условии написано уже, что операционная аренда, то не надо доказывать, что она действительно операционная. Короче говоря, если нужно делать утверждение какое-то, вы его делаете, обосновываете. То есть ссылочка на стандарт желательно, да. Но я смотрю, последнее время экзаменатор не дает баллы за это. Может быть, проверяющий, так сказать, вот когда у него будут сомнения, дать вам один балл, да, или полбала. Может быть, он вам даст балл за то, что вы сделали ссылку. Но конкретно сама ссылка, она баллы не принесет. Вот и раньше давали даже балл за ссылку на стандарт. Сейчас экзаменатор стал очень такой экономный в этом плане. Ну и можно писать либо номер стандарта, да, либо просто название согласно стандарту выручка или согласно АФРС-15. Вот, все равно. И нужно раскрыть основную норму стандарта, как она применяется вот в конкретной ситуации. И если касается дела расчета, нужно рассчитать на отчетную дату. Нам нужно начинать не с отчетной даты, потому что мы чаще всего не можем сразу ответить на этот вопрос. Потому что мы должны сначала рассчитать, что было в начале, как это изменилось за период и что стало на отчетную дату. Так, ну вот давайте посмотрим сейчас на эту страничку. Значит, конечно, надо знать основные стандарты, базовые, я бы так сказала. Очень часто в последнее время основные средства. Почему здесь плюсик? То есть они не в чистом виде, да, это плюс затраты по займам или плюс обесценение или плюс курсовые разницы. Вот, это выручка. На выручку я бы обратила внимание. Вот, это аренда, резервы практически в любом стандарте. Правда, разные, да, бывают. И это финансовые инструменты, конечно же. То есть финансовые инструменты могут быть в нескольких вопросах. Очень большая тема, да. Значит, любимая тема экзаменатора – это выплаты на основе акции ФРС-2. Ну, раньше в каждом экзамене была эта тема. Сейчас почти в каждом. Вот, сложные финансовые инструменты он очень любит, хеджирование – вот это любимые его темы, да. И теперь обратите внимание, недавно включена в программу «Концептуальная основа». Она не тестировалась пока, хотя включена уже несколько сессий. Поэтому мы каждый раз ждем вопроса на эту тему. Ну, когда-то они будут, скорее всего, да. И выплаты на основе акций тоже было дополнение. То есть вот новая часть была включена в программу. Поэтому тоже есть риск. Маленькие стандарты никогда невозможно угадать. Какие будут? Ну, вот субсидий не было давно. Учетные политики. Да, связанные стороны довольно часто встречаются. Вот справедливая стоимость. То есть тоже как-то не было давненечко. Ну, что еще? Давайте концептуальные основы с вами вспомним. Что может быть из концептуальных основ? Может быть, надо две основные качественные характеристики будет. Ну, вот уместность, достоверное представление или правдивое представление. Дополнительные, я думаю, что это не нужно. А вот эти две основные качественные желательно, конечно, знать. Вот что еще? Новое определение. Новое определение актива. Новое определение обязательства. И новое определение существенности. Вот, на всякий случай, мне кажется, это надо иметь про запас. Появился новый термин затуманивание информации. Затуманивание, да? Вот, значит, я не знаю, что конкретно будет, если будет, конечно. Вот, что еще, мне кажется, важно? Что новые критерии признания в концептуальной основе. То есть раньше, до этого, были критерии признания какие? Там актив или обязательства признаются в отчетности, когда они отвечают своим определениям, да? И если есть вероятность, что выгода будет либо получена компанией, связанной с активом, либо, наоборот, утрачена, связанной с обязательством. И если можно рассчитать сумму. А сейчас совсем по-другому. Значит, актив и обязательства признаются в отчетности, если они соответствуют своему определению, и их признание обеспечивает пользователю полезной информацией. Вот, то есть в обычной ситуации у нас это сложности никаких не вызывает, да? А вот в сложных ситуациях мы должны следовать этому правилу, полезна будет информация или нет. Ну и вот, исходя из этого, давайте с вами сейчас такой вот маленький вопросик рассмотрим по концептуальным основам на основе концептуальных основ. Итак, объясните, какие из приведенных элементов следует признать в финансовой отчетности и почему. Ну вот первый, надо признавать, ну вы правы, нет, не признаем, но причина, вот, не существует обязанности. У нас не существует обязанности ни перед кем. Да, прошлого события нет, поэтому не признается. То есть здесь надо было использовать определение обязательства. Вот, теперь второй пункт. Нет, не признаем, да? Не признаем, потому что у нас здесь две обязанности к исполнению, да? Одна-то выполнена, а вот вторая не выполнена. То есть у нас есть обязательства, вот, поэтому полученные деньги мы должны отразить в качестве обязательства, а не в качестве выручки, да? Так, третий. То есть если мы дебиторку передали фактуринговой компании, да, без права регресса, то есть они нам не могут ее вернуть, то нет никакого актива. То есть дебиторка – это актив, да? Актив – это право получать деньги, выгода какая-то, а у нас нет, мы продали. И последнее. Надо ли признать в капитале непогашаемые привилегированные акции? Непогашаемые. Значит, если бы они были погашаемые, действительно, надо было бы перебросить в обязательства, вот, а поскольку они непогашаемые, у нас нет обязанности платить по ним деньги, то есть у нас нет обязательства, да? А в данном случае рассматривается как капитал. Поэтому четвертый пункт здесь будет верный. Действительно, можно признать именно таким образом непогашаемые привилегированные акции. Обращайте внимание, да, погашаемые они или нет? И вот еще один такой вопрос. Если критерии признания элементов финансовой отчетности изменились, то что нам надо пересчитывать все статьи баланса? Да, ответ будет нет. Концептуальная основа, я хочу напомнить, не является стандартом и не имеет приоритета над стандартом. Значит, только если изменения будут внесены в стандарты, мы должны их придерживаться, тогда будем. Либо, если мы учетную политику свою разрабатываем и в стандарте мы ничего не можем найти по нашему поводу, мы должны будем действительно использовать тогда уже концептуальные основы. Ну, вот, на всякий случай я напомнила вам эту тему. Ну, теперь еще вот немного времени хотела выручки уделить. Значит, здесь тестироваться, что может. Знание всех пяти этапов признания выручки. Если несколько обязанностей к исполнению, как распределить, да. Если есть переменная составляющая, момент признания выручки и так далее. Вот, и тут смотрите, на какую, так сказать, на какой этап признания выручки конкретный вопрос задан. То есть, если вопрос на выявление оценку обязательств, да, то нам нужно идентифицировать отдельные обязательства на основе их отделимости, да. Вот, если вопрос на правильную оценку цены договора, то есть бонус то ли будет выплачен, то ли не будет выплачен, например, то нужно прямо сказать, что есть переменная составляющая в цене договора, да. И поэтому мы должны оценивать, чему равна цена договора. Кто это оценивает? Конечно, мы сами, никто чужой дяде не придет. Ну, руководство пишут обычно, либо там эксперты какие-то. Должна ли эта оценка обновляться? Конечно, должна. Если у нас долгосрочный договор, то она, каждую отчетную дату должна обновляться. Вот это переменная составляющая. Она же так называется потому, что она меняется. Вот, ну, еще я бы хотела уделить внимание вот этому вопросу. Если у нас долгосрочный договор, да, как по нему рассчитывать финансовый результат и что признавать в отчетности? Значит, нужно четко, последовательно выполнить четыре шага. Первое. Если у нас договор, который будет выполняться в течение нескольких периодов, то на каждую отчетную дату мы должны определить, договор прибыльный или убыточный. Первое. Если в целом договор убыточный получается, мы его сразу должны признать, этот убыток. Второй шаг. Определяем степень завершенности договора. У нас есть два метода. Метод ресурсов и метод результата. Третий шаг. Рассчитываем суммы, которые надо в отчете о прибыли и убытках отразить. И последний. А что в балансе? Актив или обязательства? Итак, коллеги, вот вопрос на эту тему. По четырем вот этим шагам идем последовательно. Так, ну я думаю, вы посчитали, да? Тем более, что вот здесь у нас с вами наверху, видите, эти условия есть. Итак, первое. Метод ресурсов у нас, да? Контракт прибыльный в общем. Мы сравниваем. Цена договора у нас всего 1500, а общие затраты по договору 700 плюс 600 – 1300, да? Да, контракт прибыльный. И тогда мы идем, как обычно. Шаг второй. Определяем процент выполнения работы по договору. А у нас метод ресурсов, да, применяется. Определите, пожалуйста, степень завершенности или степень выполнения договора. Фактические затраты, да, 700. Всего ожидаемые затраты 1300. 53,8, да? Точно 53,8. Так, ладно, мы посмотрим. 53,8 процентов. Вот. А теперь, зная проценты, мы с вами можем третий шаг – выручку рассчитать. То есть, если договор выполнен на 53,8 процента, это значит, что 53,8 процента выручки, мы с вами можем признать. То есть, выручка, чему будет равна? 807, да, давайте округлим. То есть, выручка 53, там, процента от 1500, от цены договора. Что касается себестоимости, то если мы оценивали процент на основе ресурсов, да, на основе затрат, то тогда фактические затраты – это и есть себестоимость. Вот. Ну и последнее. А что в балансе? Вот тут, конечно, самое интересное. Итак, что же у нас с вами в балансе будет? Актив по договору. Так, дебиторка. Так. Значит, действительно, у нас будет два актива. Выручку мы признаем 808, да? А в корреспонденции с выручкой, с одной стороны, у нас дебиторка. То есть, в сумме принятых работ мы можем признать дебиторку, но не выше. А все остальное – это актив по договору. 58, да, получается. Вот. И если, например, сделать выписку, то будет выглядеть это все так. У нас есть и актив по договору, и дебиторская задолженность по договору, и они вместе не объединяются. Они должны быть показаны отдельно. То есть, дебиторка – это безусловное право на получение денег. Актив – это право, еще надо заработать. Это потенциальная дебиторка, да? Но в данном случае у нас нет безусловного права на получение денег. Так, окей. Если еще вернуться, но не вернуться, если еще эту тему выручка попедалировать немножко, да, то вот тут различные обязанности к исполнению, например. Что отразит компания А в отчетности? Значит, смотрите, здесь надо посмотреть, сколько дается баллов за этот вопрос. Если дается за этот вопрос 8 баллов, например, да, то это значит, минимум 8 предложений надо написать. И писать надо подробно, очень подробно. То есть, 8 предложений – это действительно здесь, в общем-то, считать особо нечего, а вот расписывать нужно, что здесь две обязанности к исполнению, да, что согласно такому-то стандарту мы должны общую сумму разделить на эти обязанности. И вот давайте с вами делить. Первая обязанность выполнена, это по продаже оборудования, и выручку мы должны признать немедленно, а вот вторая обязанность еще не выполнена. Нет, а что дисконтировать, Сабир, мы же деньги получили. Так, и, значит, у нас вот эти две обязанности, одну мы признаем. Нет, ну мы же затраты не дисконтируем, мы дисконтируем деньги. Вот если бы мы деньги не получили, то может быть. Так, и у нас, смотрите, предполагаемые затраты 100, надбавка 20, то есть это наши затраты 100, да, а на самом деле мы эти услуги продаем с надбавкой 20%, то есть по 120, за два года это 240, и вот 240 у нас будет обязательство по договору, то есть деньги мы получили, услуги еще не предоставили. И выручка у нас будет 7,760, выручка будет относиться только к продаже оборудования. Так, ну еще один вопрос. Вот по справедливой стоимости хочу вам тоже, чтобы мы с вами вспомнили. Обычно вопрос по справедливой стоимости всегда касается иерархии исходных данных. Вот пару раз, наверное, был такой вопрос на эту тему, да. И тут мы с вами должны помнить, что есть у нас вот такая иерархия, которая включает данные, используемые при оценке справедливой стоимости, разного уровня. Данные первого уровня – это исключительно рыночные данные без дополнительных корректировок. Обратите внимание, только такие данные могут относиться к первому уровню. То есть это козировки идентичных активов, таких же, как у нас. Данные второго уровня применяются в том случае, когда нет первого, данных первого уровня. И это тоже рыночные данные, но аналогичных активов. Поэтому тут нужна будет какая-то корректировка. Ну и, наконец, если у нас нет вообще рыночных данных никаких, да, то мы можем использовать какие-то ненаблюдаемые данные, свои собственные оценки. И можно применить это только в том случае, когда у нас нет данных ни первого, ни второго уровня. Вот, а теперь вопросик на эту тему, посмотрите. Так, второй уровень, да? Второй уровень, но здесь 5 баллов. То, что вы написали второй уровень, это, ну, 1 балл. А как еще 4 набрать? Вот как вы думаете, что здесь надо написать на 4 балла? Целых 4 балла еще набрать. Хорошо, если хотя бы 1, да, наберется. Но вам надо побольше постараться. Вот что здесь может быть такого на 4 балла? Ну, почему второй уровень, да, отлично, это еще 1 балл. Вот я сейчас посмотрю, как экзаменатор, то есть я вам покажу, как экзаменатор дает ответ и за что он ставит баллы. Да. Значит, ну, ссылочка на стандарт, да, что стандарт предусматривает всего 3 уровня исходных данных. Что относится к исходным данным первого уровня, второго, третьего и вывод. То есть надо как бы перелопатить вот эти все 3 уровня, да, и сделать вывод, что вот нет, нам подходит именно уровень 2. Вот конкретно. Ну, не надо переживать, что вы так не можете красиво написать. Вы напишите коротко, но все то же самое. То есть исходные данные первого уровня – это рыночные цены, не корректируемые на такие же активы, как наш. Вот исходные данные второго – это цены на аналогичные. Для этого нужно будет сделать корректировку, да. В общем, коротко, но чтобы все ключевые слова были использованы. Вот он здесь за название стандарта… Так, давайте я в условия. Нет, за название стандарта он не давал здесь баллов. Он решил, что это слишком легкие баллы будут, наверное. Так, ну и, конечно, финансовые инструменты – это одна из большущих тем, да, и она тестируется каждый экзамен. И здесь есть где разгуляться, посмотрите, сколько вопросов. Это признание, прекращение признания, классификация, оценка, сложные финансовые инструменты, долевые, долговые, обесценение и хеджирование. Я хотела вам напомнить, вот это вы должны знать, конечно, очень хорошо. Классификацию финансовых инструментов, что есть у нас два критерия. Тест на характеристику денежных потоков, так называемый критерий SPPI и тест на бизнес-модель. Вот. Ну, и я хочу, чтобы мы с вами попробовали сейчас на один вопрос ответить, да, потому что он, как правило, в каждом встречается почти экзамене. Это расчет амортизированной стоимости. Сейчас я, Бахтевер, отвечу. Итак, вот знание, как считается амортизированная стоимость, обязательно нужно. Проверьте, пожалуйста, себя. Сейчас мы дойдем. Так, это по амортизированной стоимости, да. Но нам надо, что в отчетности, как рассчитать правильно эту сумму и конкретно, что будет отражено в отчетности. Так, на самом деле все очень просто, да. Мы отражаем первоначально по справедливой стоимости финансовые активы и финансовые обязательства, да. Вот, справедливая стоимость, как правило, это цена сделки. В данном случае у нас цена сделки 928, да. Дальше мы рассчитываем амортизированную стоимость. Это плюс затраты по эффективной ставке процента 12, минус выплаты по этому инструменту. Выплаты у нас 10 процентов. Это у нас с вами 12 процентов и рассчитывается от конкретно стоимости на начало этого периода. Что касается платежей, установленная ставка рассчитывается всегда от номинала, только от номинала, какая бы у нас ни была справедливая стоимость. Таким образом, мы получаем в ОФП, в долгосрочных активах 939, да, у нас будет инструмент. А в отчете о прибыли и убытках инвестиционный доход. В данном случае это у нас доход, да, мы же приобрели. Так, мы отражаем его в отчете о прибыли и убытках. А что касается обесценения, вот тут был вопрос, куда включать резерв? Ну, вот куда вы включаете резерв по дебиторке, скажите мне, пожалуйста. Ну, здесь то же самое. То есть у вас будет какой-то там финансовый актив, ну, допустим, облигация, ну, там, условно говоря, 100, да. И если у вас создан резерв, да, контрактивный счет, значит, минус резерв, ну, там, условно, там, я не знаю, 4. И балансовая стоимость у вас этой облигации будет 96. Но проценты, процентный доход вы будете начислять, исходя из полной валовой стоимости 100. Вот, то есть я еще вам хотела напомнить, что у нас три, модель трех корзин, так называемая, есть, да. Первая корзинка, если у нас кредитный риск существенно не вырос с даты первоначального признания, да. Вторая корзинка, если существенный рост, а вот третья, это уже либо случилось обесценение, либо оно неизбежно случится. И когда будет признано обесценение, да, мы уменьшаем сумму инвестиций и уже начисляем процентный доход от чистой вот этой балансовой стоимости. За вычетом резерва. Так, ну, коллеги, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Давайте я на них отвечу, если они есть. Так, ну, нет вопросов, да, у вас? По выплате на основе акций. Какие вопросы? Значит, смотрите, во-первых, там есть изменения в программе, да, по этой теме. То есть раньше мы рассматривали только два вида ситуации. Либо когда мы деньгами выплачиваем, да, либо когда акции. Была включена еще третья ситуация, когда по выбору. Вот, я не знаю, конечно, будет ли это как-то тестироваться в ближайшем времени, но, тем не менее, эта тема же есть в программе. Так что на всякий случай вы ее повторите. Когда выбор у работника? Вот это вот часть попроще, чем когда выбор у организации. Значит, если вы у нас учились в норме, да, то у нас есть эта тема отдельно. Прибыль на акцию. Нет, теперь бахтиер, вот вопрос. Значит, всегда вычитаются дивиденды по привилегированным акциям. Если они погашаемые, да, то фактически в прибыли уже вычтены расходы по ним. Если они не погашаемые, то они же в капитале у нас. При расчете прибыли на обыкновенную акцию мы должны исключить дивиденды по привилегированным акциям. Потому что акционеры привилегированные, они не могут рассчитывать на все. У них фиксированная ставка. Нет, вы знаете, почему не рассчитали? А разве был такой непогашаемый привилегированные акции? Это в каком экзаменационном? Я что-то такого не помню. Так, коллеги, дивиденд по усмотрению. А, это другое дело. Вот если бы не по усмотрению имитента, да, а если бы в любом случае вычитались, тогда тут однозначно, если установлен дивиденд. Так, а я хочу пожелать всем сдать экзамен успешно, чтобы экзамен в июне был легкий. Ну и чтобы все получили то, что хотели. Диплом. Всего доброго, да, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok